Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о православной молодежи, православных тусовках И всякой прочей Петрофевротике! А нас не забанит за такое слово-то! А что тут плохого? Ну, про святых Петра и Февронии вдруг такой грубый термин. Ну, почему? А ничего, что в Москве есть улица Якиманка! Это какое же издевательство над святыми и Акимом и Анной! Слово-то еще какое придумали! Якиманка! Это круче, чем Петрофевротика! Переименовать срочно улицу! А есть еще хуже! Варварка! Там стоит храм великомученицы Варвары! И как улицу-то обозвали Ироды? Про святую великомученицу, как про какую-то базарную девку! Срочно переименовать! Кстати, это и есть устное народное творчество! Да! Заражает сильно российский народ! Кстати, там рядом еще есть такая улица! Петровка-Февровка! Известная, как просто Петровка, по фильму Петровка 38! Есть такой, да! И там стоит Высокопетровский монастырь! Удивительное место! И не только Высокопетровский монастырь, а там еще недалеко есть клуб Петр и Феврония! Там до сих пор читается Акафист Петру и Февронии Муромским, собирается молодежь, после Акафиста остаются на чаепитии, пьют чай, знакомятся, беседуют о православном супружестве! В общем, я тебя туда привел, показывая московские достопримечательности! И именно там и тогда родился мем, чтобы молодому человеку создать счастливую семью в христианском клубе знакомств, надо приходить туда со своей девушкой! Ну, точно! Сегодня на нашем канале интервью с ветераном православной молодежи, который известен также как собиратель православного неофициального юмора, также автор юмористических и сатирических стихов и рассказов на тему отношений между мужчиной и женщиной в православной субкультуре. В общем, я, Лена Магадан, беру интервью у своего мужа, Коляна Подкова. В общем, короче, давай рассказывай, что такое православная молодежь и как ты к ней пришел и что там увидел? Ну, что могу сказать? Молодежь – это социально-возрастная группа, которая ограничена возрастными рамками и статусом в обществе. То есть переход от юности к зрелости. Это, в общем-то, определение стандартного термина «молодежь». Общество, с одной стороны, дает молодежи некие льготы, возможности для социального становления, но, с другой стороны, эта молодежь немножко ограничена в возможности влияния на социальную жизнь. Ну и в православной церкви есть тоже некая такая прослойка. То есть было сказано свыше, что на каждом приходе была, велась работа с молодежью, как вести не сказали, в силу собственных возможностей. Я пришел в православную молодежь в момент крещения. Это где-то в 2000 году было. Бывал в самых разных православных молодежных организациях. До этого я православным не был. Увлекался разными нетрадиционными религиозными организациями типа секты. Да, жесть. Побывал во всех этих сектах, какие в то время были. Долго там не задерживался. Сходил, посмотрел, потусовался, дальше пошел. Ну и православная молодежь, она, как мне показалось, чем-то тоже похожа на эти секты. Фу, какой слой. Ну, то есть собирается народ интересный, о чем-то говорят, встречаются с какими-то интересными людьми, как правило, с батюшками, с миссионерами, с катехизаторами. В общем, пьют чай, знакомятся, беседуют о чем-то интересном, как правило, на тему православной семьи. У меня как раз это было актуально очень, потому что, когда я не был православным, у меня была подруга жизни типа сожительница эзотерической направленности, увлеченная таким деятелем Сатья Саи Бабой. Когда я покрестился, мы с ней расстались. Ну и мне надо было найти какую-нибудь православную девушку, чтобы создать с ней православную семью. И я был в активном поиске. Собственно, я как раз, гуляя по разным православным тусовкам, заболел такой болезнью, обалденный синдром желания создать православную семью. Стоп, ты сказал, что православные молодежные тусовки похожи на секту? Поясни, как это понимать? Ну, понимать это так, что и там, и там имеет место быть клуб по интересам. То есть, что в секту, что в православную молодежную встречу приходят люди, которых интересует тема религии, тема философии, ну и что-то сопутствующего. Ну, например, применение той же религии в практических целях. Отличается только тем, что другая субкультура, другая религия, другая философия. Ну, то есть, наполнением отличается. А так, по структуре это примерно одно и то же. Что вот приходишь, что вот я прихожу к иеговистам или мунитам, там тоже читаем Библию, разбираем. И что в православной молодежной какой-то встрече приходской тоже ту же Библию разбираем, но только другие толкования. Или вот в какую-то эзотерическую тусовку прихожу, и там какой-то деятель рассказывает, как он был в Гималаях, ну а на православной молодежной посиделке с чаем батюшка рассказывает, как он был в Иерусалиме или на Афоне. Ну, то есть, и там клуб, и там клуб, но только другие люди, другие темы. Никакого такого принуждения в этих сектах, никакого, ничего такого, о чем Дворкин говорит, ну, лично я не наблюдал. Да, бывает, пришел, там, через две недели, там, мне позвонили оттуда, пригласили еще. Я сказал, ну, знаете, мне как-то не хочется. Я сейчас в другую тусовку хожу, поэтому, если заинтересуюсь, я к вам обязательно зайду. Я ваш телефон знаю, я вам сам позвоню. Ну, как-то очень доброженовательно поговорили. Про обалденный синдром поподробнее можно? А, ну так, обалденный синдром желания создать православную семью, это тоже такой мем, который характеризует людей, которые начитались и наслушались разных поучений на тему, как жить семейной жизнью. Батюшки, психологи, вот это все рассказывают. И когда человек этого всего наслушается, и сам еще, вдобавок, не слишком понимает, что он хочет, он начинает вести себя как-то, ну, не совсем адекватно. Я думаю, ты это замечала, приходя в такие... Кстати, да, в некоторых клубах там подходили ко мне, в общем, мальчики, мужички. Ну, а как вообще они по адекватности? Ну, выглядят просто, наверное, может быть, или как-то очень незрело, или что. Ну, вот это как раз и есть, обалденный синдром желания создать православную семью. Человек в активном поиске, начинает там ко всем знакомиться, там лезет ко всем, что-то умное вещает. С точки зрения противоположного пола выглядит очень непривлекательно. Ну, в первую очередь, потому что даже не стесняясь, говорит именно и о своих амбициях, о своих завышенных требованиях, которые практически никто не способен выполнить. Что там вообще должна это, в общем, не смотреть по сторонам, а только вся в него полностью ставится. Но такого же не бывает, как правило-то. Ну, вот как раз и в сектантских клубах, и в православных молодежных тусовках, вот такой обалденный синдром желания создать семью распространен. Это такая характерная черта именно религиозных людей, которые, ну, не совсем адекватно воспринимают религию. А как насчет православных клубов знакомств? Есть некоторые, которые действительно называются клубы знакомств, а есть, которые называются как угодно, то есть, евангельский кружок, какая-нибудь там школа исторических бальных танцев, там просто молебен с Акафистом Петру и Февронии, а после молебна чай и питье. Но люди туда приходят знакомиться. Самое первое, что мне было известно, это было такое православное брачное агентство доверия. Значит, это было так. Существовало обычное светское брачное агентство. И одна из сотрудниц приняла православие и решила устроить в рамках этого брачного агентства православный филиал. То есть, знакомить именно православных людей для серьезных отношений. То есть, для создания семьи. Поскольку это было первое такое брачное агентство, то все его восприняли с таким воодушевлением. Все побежали знакомиться, семинаристы туда побежали знакомиться. Ну, там, брали себе матушек. А потом как-то я смотрю чего-то раньше во всех журналах православных в русском доме, в наследнике. Это реклама этого агентства доверия. А потом чего-то раз, и как-то она пропала. Ну, а я-то хожу по православным клубам, интересуюсь. И познакомился с девушкой, которая, собственно, это направление и организовала. И оказалось, что произошло. Ну, так все так лихо там переженились. А потом ведь начали разводиться. А почему? Как-то странно очень все. Ну, а почему люди разводятся? Ну, по самым разным причинам. Ну, ты сама вот почему развелась со своим лучшим? А, ну, развелась. Там уже сразу было все понятно. Ну, и эти так же... Развестись это... Ну, только же все подумали как. Все подумали так, что если бренд православия используется, то это значит гарантия качества. А оказалось, что просто как при всех остальных знакомствах, так и при православных знакомствах очень велика вероятность того, что люди не сойдут с характерами, что люди разведутся. Потому что обычно обращаются к услугам разных служеб и знакомств люди, у которых есть какие-то проблемы. А у православных людей проблем хватает. Тот же обалденный синдром желания создать православную семью. А как насчет тех клубов знакомств, которые не пиарили себя как клубы знакомств? А вот такие клубы, они как раз благополучно существовали. И тут никаких скандалов не возникало. Потому что, ну, не пиарить себя как клуб знакомств. Ну, и, соответственно, нет никаких претензий. Потом ведь еще некоторые клубы знакомств, они пиарили себя как то, что они делают нечто общественно полезное. Там ходят в какие-то больницы, ходят в дома престарелых, чего-то там делают. Мешают работать сотрудникам этих учреждений. Но я это не говорю. А что рот-то прикрывал, что говорю? Ну, потому что как-то, ну, нельзя это говорить. Потому что официально храм занимается общественной работой. Но есть такой момент, что если люди идут заниматься общественной работой, а имеют цель знакомиться, то как-то это получается в ущерб общественной работы. А чтобы организовать какую-то волонтерскую работу на качественном, профессиональном уровне, то надо привлекать профессионалов. Профессионалов надо найти. Профессионалам надо обеспечить работу. Профессионалам надо платить деньги. А тут, ну, батюшка, он же не может быть мастер на все руки. Ему сказали, занимайся общественной работой. Он говорит, о, а давайте сходим в дом престарелых, там что-нибудь поделаем. А давайте сходим в хоспис, и там тоже что-нибудь поделаем. Ну, там в отчете выглядит все замечательно, все красиво. А на самом деле, ну, ходят, чтобы общаться друг с другом. А сами работники, они не всегда в восторге. Начальство, да, говорит, мы батюшку принимаем, мы батюшку приглашаем. А рядовые сотрудники говорят, ну, вы сядьте, занимайтесь своим делом. Ну, не бегайте вы здесь, не мешайте, а православные клубы, они не ориентированы на то, что они клубы знакомств. Но если человек приходит на исповедь к батюшке и говорит, ой, у меня как-то семью создать не получается. Ему батюшка и говорит, а вот приходи вот в такой вот, ну, даже клубом это нельзя называть, это евангельский кружок, или это какая-то... Беседы с батюшкой. Да, беседы с батюшкой, или какая-то общественная работа. Там много людей противоположного пола, там очень располагает ситуация к тому, чтобы знакомиться и создавать семью. Там многие познакомились. И вот так работают вот эти неофициальные клубы знакомств. Но все знают, что люди туда приходят знакомиться. А покровители семьи это святые Петр и Феврония. Да. Они с 2008 года стали официально праздник День Любви, Семьи и Верности. Они официально, они и до этого считались покровителями супружества, а также покровителями знакомства. То, вот, назывались эти клубы очень многие, как-то связано с Петром и Февронией. И, собственно, отсюда возник термин Петрофевротика. В православии секса нет, даже нет эротики. Вместо этого у нас есть Петрофевротика. Ну, оттуда люди приходят, знакомятся. Ну, а всякие там знакомства, они... Поскольку приходят люди не особо адекватные, и пытаются вестись, и пытаются знакомиться, и ведут себя тоже не очень адекватно, то это получается какой-то Петрофеврец. Ну, да. Ну, вот, подходит молодой человек, девушка, и спрашивает, а ты детственница? Ну, это ж Петрофеврец. Или там начинает... Вот он только познакомился, она говорит, я должна подумать, а он там говорит, а чего тут думать? Выходи, давай сразу за меня замуж. Ну, Петрофеврец. Ну, это да, такие решения так сразу-то не принимаются. Это серьезное решение. Или вот, они познакомились, сходили немножко погуляли, а потом он начинает уже ревновать, спрашивает, а с кем это ты вот общалась, а с кем это ты гуляла? Ну, да. Ну, и Петрофеврец. Петрофеврец, точно. Вот, собственно... Кстати, не я придумал этот термин. Кстати, как вообще вот эти термины возникают? Ну, одно дело, когда люди сидят в присутствии батюшки, пьют чай. Да. А другое дело, когда они уже вышли, и между собой идут гуляют и обсуждают. Угу. Ну, и... как раз обсуждают, они говорят то, что думают. В том числе, так говорят, и термины возникают, и Петрофевротика, и Петрофеврец, потому что... ну, говорю, что думаю. Ну, конечно, да, меня могут потом не благословить приходить на этот клуб. Да, как слово. За такие фразы. Как строго-то. Ну, а подумаешь? Ну, почему подумаешь? Это же не один клуб такой, я пойду на другую тусовку. Вот так. Но даже в Москве их количество-то ограничено. Их дофигищ. Ага. Их полно. При каждом храме какая-то молодежная группа. Возникает, некоторое время существует, а потом пропадает. И куда? По-всякому. Обычно как происходит? Вот батюшка этим делом занимается, потом чего-то понимаешь, что, ну, особо не получается. Ну, и батюшка говорит, ой, я больше не могу, переведите меня на какую-то другую деятельность. Настоятель его переводит. Молодежная группа была, молодежной группы нет. Или бывает так, что вот, была молодежная группа, и она себя просто исчерпала. Исчерпала? Это как? Ну, это все там переженились, уже все выросли из возраста молодежи, и группа перестала существовать сама по себе. А иногда бывает группа вроде как считается молодежной, но все там так передружились, они уже все там женатые с детьми, уже там всем за 40, а к тому же батюшке приходят, так же называется молодежная группа. Ну да. Ну да, иногда туда обливается еще молодежь по 16-18 лет. А почему бы и нет? И все очень комфортно. И все очень гармонично и удобно. Вот мы тоже в одну... В всем возрастным категориям. Вот мы тоже как раз в такую молодежную группу ходим, в том храме, где венчались, и батюшка нам всегда очень рад. Как-то так получается. Хотя вот вроде мы возраст уже не молодежный, но... Ну да, уже это... И мы там не самые старые в этой молодежной группе. Потому что есть такой момент, что возраст молодежи, он не определен, потому что есть определенный статус молодежи, а кто-то там в 60 лет он еще маленький сыночек. Такие тоже бывают, я в таких встречала. И видят себя как малолетний дебил. Малолетний дебил это не возраст в паспорте и не медицинский диагноз. Малолетний дебил это состояние ума, которое легко может длиться до седых волос на всех частях тела, если человек не желает взрослеть. Или если ему взрослеть просто нечем. Мозг малолетнего дебила пожизненно работает в режиме подросток. А как официально называется то, что ты называешь клубами и тусовками? Официально называются или своими собственными уникальными названиями, а в общем все это общественные, они же некоммерческие организации. Хорошо. А какие же они некоммерческие, если там все время деньги просят? Некоммерческая организация это не там, где бесплатно, а там, где уставная цель это достижение цели. А в коммерческой организации уставная цель это получение прибыли. То есть коммерческая от некоммерческой организации отличается только юридически уставной целью. Ну и практикой применения. То есть бухгалтерия некоммерческой организации более сложная. Как сказала одна знакомая бухгалтер некоммерческой организации, коммерческая организация просто зарабатывает деньги, а некоммерческая организация зарабатывает деньги через задницу. Ну вот, зато некоммерческие организации, они могут получать гранты, они могут взаимодействовать определенным образом с государственными органами и с другими некоммерческими организациями. Но некоммерческие организации это все, что связано с религией, все, что связано с общественными мероприятиями. А, и вот по поводу некоммерческих организаций есть такой мем, ЗАО РПЦ, с генеральным директором-патриархом. Ну так вот, как раз этот мем, он очень наглядно характеризует непонимание, как функционирует церковь. То есть церковь это не какая-то некоммерческая организация, а много некоммерческих организаций, между которыми существуют некоммерческие партнерства. То есть уставная цель храма это совершение богослужений. Уставная цель какого-нибудь фонда, например, может быть, это содержание нежилого помещения, в котором находится храм. В связи с этим, вот популярная тема, почему в церковной лавке товар не подлежит возврату и обмену. А потому что там нет торговли, и закон о торговле и о защите прав потребителей там не действует. Там торговли нет. Там распространение предметов религиозного назначения за тарифицированное пожертвование. То есть если твоя свечка не горит, твои записки не читают, ты деньги пожертвовала. И мы их понадлилась. Да. Ты деньги пожертвовала, все, радуйся, пожертвовать деньги на благое дело. А тебе еще вдобавок что-то распространили. И вот как раз на тему того, как эти некоммерческие организации в церкви взаимодействуют, у меня был такой забавный случай. Ну, одна паломническая служба меня так немножечко обидела. Ну, то есть я ходил в молодежную тусовку типа чайпития с батюшками. Ну, и они поехали в полонческую поездку. Ну, и... И ты с ними, да? Да, и я с ними. Обещали, что привезут в воскресенье в 8 часов вечера. Но вдруг всем захотелось заехать еще на какой-то источник. В результате они меня высадили в первом часу ночи на какой-то развязке, где Ярославское шоссе пересекается с МКАДом. Оттуда как-то не выбраться, там, у меня машины мучатся. Я там кое-как дорогу перебежал, как уж меня там машины не сбили. Там какие-то канавы еще накопаны. Я там как-то перебрался, долго искал дорогу. Ну, где-то часа за три до дома я пешком дошел, потому что уже транспорт никакой не ходил. Ну, приключение, конечно, было забавное. А тут я смотрю, в епархии есть адрес и телефон для отзывов о работе приходов. И в журнале, где эта паломническая служба и где эта молодежная организация там тоже о себе писала, тоже есть координаты обратной связи. Да, прикольно. Но я представляю, к чему это дальше, во что это все дальше вылилось. Ну да, я же человек любопытный. И у меня возникло любопытство. А что будет, если по этому адресу отправить отзыв? Ну, и я взял, написал письмо бумажное, не по электронной почте, бумажное письмо с уведомлением, как всю бухгалтерскую документацию посылают, с уведомлением, с общей вложения, и отправил в епархию и в редакцию журнала. И мне пришел официальный ответ, что ваше письмо рассмотрено и сообщаем вам, что данная паломническая служба не имеет никакого отношения к епархии. И из журнала тоже, что данная паломническая служба не имеет никакого отношения к журналу, и редакция не несет ответственности за... За размещенную там рекламу. Размещенную рекламу. Разбирайтесь с руководителем этой организации. Ну, я был очень польщен, что обратная связь все-таки в нашей церкви, она работает. Ну, и этот случай уже начал забываться. Я еще несколько раз заходил в ту молодежную тусовку, и вдруг мне там объявляет один из активистов, руководителей, который вместо батюшки там бывает как старший, что вот, Николай, тебя, настоятель, не благословил больше приходить сюда. Я удивился. А за что? Как мотивировался? А здесь молодежь до 30 лет, а тебе 32. Ну, старый, иди домой доживать. Да. Я думаю, интересно. Сорокалетние вроде ходят, им чего-то не говорят. Ну, да. Ну, я, конечно, бывает, вопросы неудобные задавал, но не настолько неудобные, чтобы за это дело прогонять. А потом думаю, а ведь я же отзыв написал. А, вот настоятель тебе и отомстил за это. Вероятно, да, вероятно, настоятелю тоже про это напомнили. Типа, какие уроды при твоем храме занимаются паломнической службой. Ну, на самом деле, это был не урод еще, а это был специалист по подаванию кадила священникам, может, даже чей-то сынок. Ну, и решили, что проще избавиться от того человека, кто может написать отзыв, куда надо. Точнее, куда не надо. Потому что, ну, конечно, как, ну, церковь это структура иерархическая, в церкви, как в разных и государственных, и военных организациях, есть такая тема подсиживаться, есть такая тема выслуживаться. Ну, и поэтому те, кто могут что-то такое сделать, неудобные люди, они или в эту борьбу втягиваются, или из прихода под разными предлогами изгоняются. Но вот раз мы заговорили об некоммерческих общественных организациях, то далеко не все такие организации это тусовки. Некоторые некоммерческие организации, они действительно, как ни странно, созданы для того, чтобы заниматься какими-то серьезными делами. Ну, вот, например, первая такая некоммерческая организация, куда я попал после крещения, это душепрепечительский центр Иоанна Кронштадтского. Здорово, хорошая. В результате сектантов и наркоманов, то есть я прочитал книгу иеромонаха Анатолия Берестова, узнал про этот центр, и пришел туда, мне там понравилось, и я там немножко поволонтерствовал. Почему бы и нет? Ну, по своей специальности, как компьютерщик, я там им наладил, я их бухгалтеру, один из бухгалтерий у нас строил, ну, плюс посмотрел, как функционирует организация. Ближе заодно познакомился с духовенством, соответственно, утолил жажду неформального общения со священниками, с психологами. Ну, а, собственно, вообще пожить в монастырь, ну, как бы духовное окормление, пожить в монастыре, оно, в общем-то, на том и основано было, чтобы вот живет здесь опытный аскет, ты рядом с ним строишь свою келью, и там живешь, там с ним общаешься, и он тебя духовно наставляет. А в каких еще некоммерческих организациях, которые не тусовки, а занимаются каким-то делом, ты еще бывал? Ну, они официально все, не тусовки, они официально все называются как что-то делающие, но другое дело, что одни действительно делают что-то очень серьезное и много, а в других это серьезное, ну, так, для отчетности. Ну, я бывал в такой организации «Милосердие.ру», где Аркадий Шатов, который сейчас Пантелей, ИМОН, владыка. Да, мне понравился он, хороший владыка. Но я там задержался недолго, там, конечно, были очень интересные мероприятия для волонтеров, но волонтерствуя, там возникла вот такая незадача. Там координатор мне говорит, что вот, давай, бери ноги в руки, езжай сюда, сделай это. Беру ноги в руки, еду через весь город, полдня потерял, что-то сделал. Потом в другую сторону тоже, езжай, сделай это. Ну, и вот так я делаю там всякую неквалифицированную, неоплачиваемую работу, и у меня возникает такой странный, неудобный вопрос. А вообще-то благотворительность – это взаимовыгодное сотрудничество. Я что-то не понимаю, а какая мне выгода от всего, что я здесь делаю? Ну, он мне и говорит, что, ну вот ты посмотри, ты же людям помогаешь. Координатор выучился на курсах работы с возражениями. Знаешь об этом? Ну да, вероятно, знает, как правильно отвечать. И он говорит, что вот ты не на меня работаешь, а ты вот работаешь на вот этого вот больного человека, на инвалида. А я ему тогда в ответ и говорю, что вот этому больному человеку-инвалиду не я помогаю, а помогает некоммерческая организация «Милосердие». Те, кто наверху в этой организации, они, вероятно, какую-то выгоду, может быть, имеют. Но я-то какой-то выгодный, но мне как-то непонятно, зачем я здесь. Поэтому, пожалуй, сотрудничество прекратим. Ну, говоря про «Милосердие», надо упомянуть одну девушку, с которой я там познакомился. А девушка красивая? Ну, девушка не очень красивая, но находчивая. Значит, там её пикаперы доставать стали. Ну, и она начала их использовать на нужное, полезное дело. То есть, он её на свидание вызывает, она говорит, ну да, я согласна, но вот тут такое дело, надо взять сумку, помочь и донести. Там, из Медведкова, в Чертаново. Ну, там, он с ней приезжает, договариваются, встречают, берут эту сумку. Едучи всю Москву, он там эту сумку отдаёт. Некоторое время они там постоят рядышком, пока она звонит по телефону, сказать, что сумку довезли, и объявляет ему, что вот у неё ещё срочное дело, что вот она должна поехать тоже в какой-то пункт назначения. Ага. Ну, парень, парень хотел девушку по Е, а она его на Е. Ну, надо было попросить этого парня там, какому-нибудь больному ребёнку платное лечение платить, а за это секс пообещать. А, она может и пообещать. Но, пообещать жене, значит, да. А, кстати, да. Да, супер. Короче, девушки, если вас достали пикаперы, становитесь координаторами волонтёрской работы. И всё будет хорошо. Где ты ещё был? Ну, я много где был. Ну, на миссионерские мероприятия Данила Сысоева немножко походил. Потом пошёл учиться на высшие богословско-катахизаторские курсы в Николоперервинской обители. Фактически, это вечерний факультет духовной семинарии. Пять лет отучился. Плюс там тоже волонтёрствовал на самых разных работах, как на квалифицированных, так и на неквалифицированных. Там бухгалтерию тоже настроил им. Компьютерный класс создал. Это из квалифицированного. Ну и плюс там всякие нагрядки там. Полоть, копать, мыть. А что про тебя написал московский комсомолец 7 марта 2008 года? А твоё лицо вижу. А с кем это ты там стоишь? А, ну вот действительно, имела место быть такая статья. Ну, я писал разные рассказы, юмористические, сатирические и научно-фантастические. Ну, это, наверное, да, где-то. И познакомился с такой журналисткой Ириной Бобровой. Привет ей, если она меня сейчас смотрит. Здравствуйте, Ирина! И пообщались с ней немного. И она взяла у меня интервью. Так же, как ты сейчас у меня берёшь интервью. А, это да. И получилась очень весёлая статейка. Но у настоятеля этого монастыря чувства юмора не было. Поэтому я уже в том времени учёбу-то окончил, к счастью. Ну, слава Богу, полезло. Ну да, погнал. Освободил от всех послушаний в монастыре. Ну, я там как раз, во славу Божию, трудился. Тоже по компьютерам, по бухгалтерии. Ну, я сказал, ну пожалуйста. Мне не жалко. Потом, правда, они меня... Хотя в другом время это всё случилось, повезло очень. Ну, потом они, правда, меня опять уже пригласили туда. Выполнять ту же самую работу, но уже за деньги. Волонтёрство в самых разных храмах, по своей специальности, по компьютерам, по гуглтерии. А также всякие такие работы. Например, помыть храм к Пасхе. О, нравится. Или где-нибудь на монастырском огороде потрудиться. Или написать какую-нибудь статью. Или с докладом на какую-то тему выступить. Здорово. А потом этот доклад никто не заслушал. Потому что все какую-то фигню там говорили, саморекламу. Ну, а меня там по теме и не включили в программу. Даже обидно бывало. Ну. А что это за волонтёрство такое? Обслуживание компьютера в бухгалтерии. Что-то я не видела, что на такую работу приглашали. И не увидишь. Тут дело вот в чём. Что я всю свою трудовую жизнь, начиная с 1995 года, занимался автоматизацией бухучёта на этой самой 1С бухгалтерии. И как только кто-то из церковных бухгалтеров узнал, что я этим занимаюсь, они сразу начали меня просить, чтобы я им помог. Но деньги за это они мне не платили, по причине, что им на такую работу денег не давали, мотивируя это тем, что у нас каждый второй алтарник программист. Но проблема-то вот в чём, что программистов сейчас называются все, кто имеет какое-то отношение к компьютерам. А бухгалтерия, она всё-таки вещь особенная. И там задача не программу установить, а там задача разобраться, почему не закрывается, к примеру, какой-нибудь 26-й счёт. И программист из алтаря, когда слышал такую фразу, он сразу впадал в ступор. Поэтому пришлось искать срочно кого-то другого. Ну вот, нашли меня, дальше уже сарафанное радио, звали в один храм, в другой храм. Ну и я чем мог, помогал. Даже чисто ради спортивного интереса. Это же интересно, как там в церкви это считается. Там же всё-таки особенности. Это же не коммерческая организация, а религиозные свои особенности. Вот так я волонтёрствовал. Потом, правда, начали уже деньги платить. И это круто. Ну, потому что волонтёр же это человек такой, что когда могу, то могу. А когда есть другая работа, за которую платят деньги, то тогда волонтёрствовать не могу. Поэтому приходится заплатить денег. Тогда сразу появляется больше мотивации. Здорово. А в каких организациях, которые называют себя молодёжными, молодёжные движения, ты бывал? Эх, вопрос, конечно, интересный. Вспомнить бы. Так, ну, самое первое, это где я был. Это объединение православной молодёжи Воскресения, которым руководил такой священник Иосаф Сорокин. Молодой, интересный батюшка, очень позитивный. Предлагал очень интересные проекты. Там, аллеи Петра и Февронии в Царицыно, в частности. Потом очень красивые мероприятия культурные в отеле Метрополь, в частности, проводил. Ну, это было давно. По-моему, аж год какой-то до 2008 года. Потом, ну, в молодую Русь тоже ходил. Это священник Максим Первозванский. Мой добрый батюшка. До сих пор, оказывается, ещё существует. Там народ поменялся уже, и не одно поколение сменилось. Но вот существует, причём на том же месте, в Новоспасском монастыре. Храм Успения в Путинках. Молодёжный клуб Пётр и Феврония. Храм Малое Вознесение напротив консерватории на улице Никитская. Там, по-моему, так и называются встречи в храме Малое Вознесение. Там служатся, как в храме Успения в Путинках. Акафис Петро и Феврония. Акафис Петро и Феврония. А потом разные культурные мероприятия. Положение Раизы Богородицы в Леонова, где мы венчались. Это тоже такая не очень пропиаренная молодёжная компания. Но нас там тоже терпят ещё. Хотя мы уже молодёжный возраст переросли, официальный. Официально мы уже старые, но всё-таки вот... Тут с молодёжными движениями происходит такое интересное явление. Вот какой-то молодой священник собрал приходскую молодёжь. Идёт время, а молодёжь-то подрастает. Ну да. И она уже по возрасту вроде как в молодёжь не лезет. И иногда начинают уже из названия потихонечку термин молодёжное убирать. А иногда по инерции продолжают называть молодёжная группа, а там всем за 40 лет уже. Но говоря про молодёжные движения, надо не забывать такие мероприятия, как разовые мероприятия. Вот, например, упомянутый игумен Иосаф Сорокин с другим игуменом Евменем Перистом, который в настоящее время, по-моему, вроде уже как не игумен, а уже увлекается какой-то там йогой. И он, ну, то есть вот они организовали в храме Николы в Заяцком, по-моему, первую и последнюю православную дискотеку. Не в самом храме, а в доме на территории храма. Пригласили православных рок-исполнителей, православных рэп-исполнителей. То есть была хорошая аппаратура, живая музыка. Но дело кончилось тем, что прибежал злой старост и выключил электричество. Но немножко всё-таки потанцевали. А что это за мем? Приходите в православную семью, говорите православной семье. А, это есть такая организация, называется «Православная семья». Эта организация занимается вообще официально психологической помощью православному народу. Но попутно организует разные культурные мероприятия. И не только культурные, разные там психологические тренинги групповые. Одно время у них в издательском совете Московской патриархии был большой красивый зал. Там было тоже очень много интересных мероприятий проводилось. Но сейчас этого зала у них нет. Мероприятий интересных стало поменьше. В основном сейчас у них платные индивидуальные консультации психологов. Ну вот, собственно, там этот мем и возник. Я, кстати, им его предлагал использовать в качестве рекламного слогана, но они почему-то отказались, вероятно, постеснялись. Значит, ещё относительно православной молодёжи, Вот, произошло такое событие, что сменился патриарх. Да. Вот, был патриарх Алексей, и при патриархе Алексея было очень много реформаторов, которые планировали разные церковные реформы, и в этих реформах вообще планировалось активно использовать молодёжь. А какие реформы прилагались-то? Ну, самые разные по организации богослужения, ну, в частности, там, перевод на русский язык богослужения, потом, чтобы богослужение проходило в удобных помещениях, а не в храмах, которые морально устарели лет 200 назад, то есть, чтобы там было тепло, чтобы там был гардероб, чтобы там был туалет, то есть, пронести передвижной престол с антиминцем в какой-нибудь большой зал, и там провести нормальную литургию. И так делалось. Потом обсуждались разные такие пережитки, как вот женская нечистота, как покрытая голова, поэтому были даже такие названия тампокс-ортодокс, то есть это разговоры на тему актуальности, неактуальности того, что женщина в нечистоте не должна в храм приходить. Соответственно, платочко-юбочный базар, это про дресс-код церковный. Как раз оттуда же еще мем пошел, платочко-юбочный дозор. Это охрана, которая не пускает в храм женщин с нарушением дресс-кода, и выдает им платочко-заменители и юбко-заменители. А, ну, все более-менее, да. Вот. То есть самые разные площадки для обсуждения были, самые разные проекты выдвигались, но сменился по троях и победили консерваторы. Я, кстати, в то время поддерживал как раз консерваторов, ну, потому что это сейчас мне легко говорить про реформы, потому что есть, во-первых, богословское образование, во-вторых, читаю публицистику, и, в-третьих, участвую в общественных мероприятиях, ну, например, с обществом инвалидов. И знаю, как, например, проходят мероприятия православные и как проходят мероприятия инвалидные. Инвалидные мероприятия на порядок к лучшим, потому что их организовывает правительство Москвы, используя все достижения технические и организационные. И вижу, что делается на уровне храмов-приходов. Так, на уровне храмов и приходов ощущение такое, что еще в Средневековье еще феодальная раздробленность. И что можно сказать? Ну, чувствуем себя молодежью и ждем перемен. Перемен требуют наши сердца Перемен требуют наши сердца Ждем интересных проектов, надеемся на интересные какие-то изменения в церковной жизни. Сейчас очень радует, что в интернете появляется довольно много и священников-блогеров, и мирян-блогеров, вещающих на темы церковь и молодежь, церковь и общество. Мы сами такие. Немного самой рекламы. Чтобы вести свой YouTube-канал, мы на коммерческой основе обслуживаем 1С-бухгалтерию. Подробности на сайте 1024-байт.ру Спасибо тебе большое. Было очень интересно, Коль. Ну, может быть, мы что-нибудь еще продолжим эту тему. Было приятно очень вспомнить, рассказать про свой опыт воцерковления. Может быть, даже кому-то это будет интересно. Очень богатый был опыт. Ну, и, может быть, будем продолжать говорить на тему «Церковь и молодежь». Будем рады комментариям про молодежные проекты, про молодежные программы. Если мы что-то ошиблись, что-то не вспомнили, тоже пишите в комментарии. До встречи в следующих видео. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.